9 тема выбор стратегии развития банка здесь мы будем рассматривать миссию цели и стратегический анализ в банке сейчас например в условиях быстро меняющейся внешней среды и ужесточения конкуренции на финансовом рынке успешная деятельность банка во многом зависит от правильно выбранные стратегии развития то есть правильно выбранная стратегия она показывает как достигнуть поставленных целей она определяет где когда и как банк будет предоставлять свои услуги своим клиентам оптимальным клиентам выбор стратегии базируется на выбранных миссии и целях банка и на результатах стратегического анализа после завершения анализа внешней и внутренней среды банк должен базироваться на его итогах то есть при проведении маркетинговых исследований банки все банки должны проводить анализ внешней среды и внутренней среды потом дальше базируясь на его итогах определяют основные ориентиры своей деятельности в каких сегментах на каких рынках каждый банк должен реализовать свои банковские услуги совокупность ориентиров деятельности банка разделяют на три типа идеалы целей и задачи идеалы это ориентиры которые банк не рассчитывает достичь в обозримом будущем но нас допускает приближение к цели к идеалам относит видение миссию то есть это видение это философия менеджмента банка обоснование его существования то есть банк должен разрабатывать стратегию должен разрабатывать перспективный план на три года на ближайшие пять лет миссия является более конкретизированным ориентиром по сравнению с видением а цели они выражают конкретное направление деятельности банка цели бывают экономические и не экономические кроме того банк не может быть сосредоточен только на данных целях поэтому в экономической литературе выделяют такие восемь ключевых партнерс пространств в которых банк определяет свои цели цели должны учитывать положение на рынке то есть здесь каждый банк определяет позицию по отношению к конкурентам своим выражают свой успех в показателях конкурентоспособности новые способы введения банковских операций здесь то есть могут разрабатываться новые виды услуг новые виды банковских продуктов определением банком своей продуктивности с учетом затрат экономических ресурсов также цели должны учитывать оценку своего ресурсного потенциала то есть должны сравнивать наличие уровня ресурсов с необходимым и определять будущие потребности в них также цели должны учитывать возможность получения прибыли управленческие аспекты выраженные в качестве менеджмента в шкале персональных достижений менеджеров которые работают в каждом банке в долгосрочном периоде хорошо продуманные методы управления и разработки в этой сфере будут существенными для развития и успеха компании также цели в стратегии должно учитывать персонал то есть руководство банка должно признать свою ответственность перед работниками добиться того чтобы цели эффективно отражали способы мотивации своих банковских работников также цели должны учитывать свое место социальной жизни общества понимаемая как обязанность банка способствовать благосостоянию общества тема 10 маркетинговый аудит и реинжиниринг цель изучения этой темой выработать умения и навыки проведения маркетингового аудита и реинжиниринга в принципе в традиционном смысле понимании аудит это вид деятельности связаны со сбором и оценкой фактов касающихся функционирования и положения в условиях рынка независимых производителей или информации о таком положении и функционирование осуществляемое компетентным независимым лицом который исходя из установленных критериев выносит заключение о качественной стороне этого функционирования положения или информации обычно в экономической литературе выделяют три вида аудиторских проверок это аудит финансовой отчетности аудит финансовой отчетности проводится с целью определения правильности ее составления соответствии с установленными нормативными законодательствами правилами ведения бухгалтерского учета и формами обязательной отчетности второй вид аудиторских проверок это аудит на соответственно на соответствие установленным требованиям задача которого проверка соблюдения специфических процедур и правил предписанных персоналу вышестоящим руководством или же действующим нормативными актами и следующий третий вид аудиторских проверок это аудит хозяйственной деятельности здесь мы рассматриваем аудит эффективности работы или же административного управления здесь он этот аудит направлен на систематический и всесторонний анализ экономики предприятия определенного вида его деятельности например инвестиционный маркетинговый аудит маркетинговый аудит направлен направлен на оценку следующих аспектов маркетинговой деятельности банка это макро и микро внешние среда маркетинга стратегии деятельности организация маркетинговой деятельности системы маркетинга информационное планирование и разработки новых продуктов новых банковских услуг, также эффективность маркетинговой деятельности в целом и по отдельным элементам комплекса маркетинга. Для чего проводится маркетинговый аудит? Цель проведения маркетингового аудита – это сформулировать вопросы, на которые необходимо получать ответы, обсудить их для выявления проблем и выработки путей решения. Предметы маркетингового аудита являются все элементы маркетинга, в том числе маркетинговые цели и стратегии, целевой рынок и комплекс маркетинга и так далее. В связи с этим можно выделить три уровня маркетинга аудита – это банк в целом, это подразделение маркетинга и внешний контроль. В результате реализации программы аудита составляется соответствующий отчет, содержащий сведения следующего характера. То есть после проведения маркетингового аудита аудитор должен составлять отчет, где предусматриваются следующие сведения. Это исходные данные, расчеты, результаты. То есть здесь рассматривается наглядное предложение в табличной форме, графической форме. Также этот отчет должен показывать все аналитические инструменты. Также содержит выводы по каждому вопросу, включает программу аудита, в том числе рекомендации по использованию полученных результатов. В результате проведенного маркетингового аудита руководства банка может прийти к решению проведения реинжиниринга управленческих процессов. Реинжиниринг – это полная реорганизация бизнес-процесса, то есть это радикальная реорганизация. Она требует признания того, что все, что делалось ранее, не является незыблемым, что новая конкурентная среда и технологическое развитие требуют принципиально иного способа ведения дел, а не просто достижения поставленных задач быстрее и лучше. Именно на этом сосредоточены усилия всех банков. Концепция реинжиниринга банков – это напряженный процесс, ставящий всех сотрудников перед необходимостью укладываться в жесткие временные рамки. Тем не менее, процесс этот является управляемым и не требует жертв в виде уже усвоенных услуг или же достигнутых стратегических целей. Тема 11 – банковская логистика. Цель изучения этой темы – ознакомиться с историей развития логистики, изучить банковскую логистику, банковское регулирование финансовых потоков в макрологистической системе. Процесс последовательной технологической индустриализации отечественной экономики не будет эффективным без использования практики казахстанских предприятий или же банков принципов логистики. Объектом изучения логистики является материальная и связанные с ними финансовые и информационные потоки. Зарубежный опыт показывает, что в современном бизнесе логистики принадлежит стратегически важная роль. Предметом исследования банковской логистики являются экономические потоки коммерческих банков, маршрутизация, регулирование и оптимизация, которых могут быть эффективно осуществлены на основе использования принципов логистики. Информация в логистической системе имеет ключевое значение, поскольку в основе процесса управления материальными и финансовыми потоками лежит обработка информации, их сопровождающей. В связи с этим одним из ключевых понятий логистики является понятие информационного потока. Здесь мы рассматриваем логистическую информацию и информационный поток. Логистическая информация это целенаправленно собираемое сведение, необходимое для обеспечения процесса управления логистической системой. А информационный поток это совокупность циркулирующих в логистической системе между логистической системой и внешней средой, сообщений, необходимых для управления и контроля логистических операций. Благодарю за внимание. До свидания.